Теперь это уже даже не вопрос, а пожелание может быть, либо пожелание в форме вопроса. Есть ли такая возможность продолжить эту практику под проведение таких дней субъекта Федерации? Прежде всего, конечно, нас интересует Красноярский край в Совете Федерации, потому что наверняка не все вопросы, которые в это постановление вошли, решены. Я сейчас не готов давать оценку, немножко от этой темы отошел. Но, по крайней мере, те вопросы, о которых я лично докладывал на комитете у Клишица, и нам они казались очень важными и интересными для проблем органов местного самоправления. Вот Сергей Александрович сидит, мы с ним вместе там были. Потом я не увидел развития этого и в законодательных каких-то проектах не прозвучало. Ну, а хотелось бы к этой теме вернуться, она очень, на самом деле, важна. Спасибо. Спасибо, Андрей Анатольевич. Ну, могу сказать так, коллеги, постановление по дням Красноярского края, оно не закрыто. Оно будет работать, пока не будет выполнен последний пункт. Это позиция Совета Федерации как органа субъектов Российской Федерации. Очень многое зависит, в том числе, от исполнительных органов Красноярского края. И мы на эту тему неоднократно разговаривали с губернатором, председателем правительства. Есть даже ответственный вице-премьер за сбор информации, подготовку информации по этому постановлению. Поэтому оно действует. Все пункты, которые есть, мы сегодня можем продолжать решать на уровне федеральной власти. Понятно, что в постановление Совета Федерации не могли войти все вопросы, поднятые на комитете, на комитетах. Я могу сказать, что постановление по Красноярскому краю, оно порядка 47 пунктов, а вопросов, которые мы поднимали на комитетах, было около 300. Были выбраны, и это достаточно сложно было сделать, выбраны наиболее актуальны. Я считаю, что много вопросов, которые поднимались, нужно решать в текущем режиме. Для этого есть все предпосылки, есть взаимодействие с федеральными министерствами, есть наработка здесь краевых министерств. И мы продолжаем, в принципе, эту работу, даже вне зависимости от наличия постановления. Что касается по проведению дней Красноярского края, я пока честно скажу, я не вижу возможности, вот в ближайшие, по крайней мере, 2-3 года, это сделать. 80 субъектов, 84 субъекта, да, у нас здесь. Мы и так вошли, мы приняли решение, нам очень важно это было сделать, политически важно было сделать. Два субъекта рассматривались в одном месяце, хотя в Совете Федерации есть очень жесткий железный принцип. В одном месяце рассматриваются дни субъекта одного всего. Нам удалось как раз завершающую практически сессию, два года назад, поставить Красноярский край вторым и провести такое постановление. Поэтому будем продолжать работать, назреет необходимость, будем на эту тему говорить о проведении. Но то, что вот сегодня мы все поверили, что проведение таких дней в Совете Федерации, это действительно плюс для края, мы это видим не только на политическом уровне со стороны постановления, мы видим это реально со стороны прихода реальных денег, реальных решений на федеральном уровне по тем вопросам, которые очень долго где-то их откладывали в сторону. Но у нас есть возможность еще и использовать ресурс Государственной Думы, мы там еще не были, побываем. Мне хотелось бы вам пожелать, все-таки быть чуть жестче к нашим министрам, к нашему правительству. То, о чем мы говорим выше, мне кажется, вы дипломат, вы воспитанный человек, добрый по душе. Здесь надо, конечно, проявить маленько жесткость по отношению к исполнению этого постановления. И здесь не нужно скрывать, потенциал этот есть. Чуть-чуть ударить кулаком, мне кажется, результат будет значительно выше. А также я просил бы вас рекомендовать вновь созданному управлению ЗАГС Собрания ту практику, о которой вы сегодня и вчера нам рассказывали. Это муниципалы приезжают к нам со своими днями. То бишь отличнейшая практика, готовятся, презентуют, готовят программы, мы их рассматриваем. И вот тут уже муниципалы, города отстаивают свою точку зрения и у них какие-то появятся точки роста. Прошу вас тоже быть инициатором в подобной практике. Желаю вам успехов, спасибо за вашу работу. Спасибо. Ну вы уже проинициировали это, это уже теперь будет коллективное решение законодательного собрания. Насчет жесткости, ну не знаю. Если бы сегодня здесь были министры, я думаю, они бы сейчас немножко просили, потому что мы достаточно иногда жестко, особенно когда стоят большие интересы края, когда одно какое-то нерешение или неисполнение решения, или непредоставление, или некачественное предоставление нужной информации может повлиять отрицательно, существенно повлиять на какие-то интересы края, то поверьте, жесткости хватает, может быть даже это немножко моя беда. Поэтому я при любой ситуации постараюсь вот те вопросы, которые добиваться, да, но постановление то же самое, на которое вы сослали в Совете Федерации по дням Красноярского края и о социально-экономическом развитии края, в принципе должно быть вопросом всех. И может быть, да, разбор полетов, извините за такое выражение, периодически проводить для того, чтобы понять, где мы отстаем, где нам нужно усилить и кого нужно поправить. Каким образом поправить, я думаю, что и в законодательном собрании, и в исполнительной власти, и лично губернатор всегда такой формат найдут. Поэтому это наша общая задача. И если где-то, вот видите, что мы не дорабатываем или не успеваем, или может быть некачественно работаем, мы с вами, коллеги, уже очень долгое время, можно не стесняясь об этом говорить, лишь бы была польза, польза для дела, польза для края. Я кратко скажу, что Валерия Владимировича я знаю достаточно давно, особенно на должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», когда я была в партии, а была я там 10 лет, поэтому могу сказать, что все это время, вот сколько знаю, он человек высокопорядочный. Это, на мой взгляд, такое качество для человека, который находится в политике на протяжении столького времени, ну, очень важно и очень редко на самом деле. Поэтому я предлагаю поддержать, и еще раз повторяю, думаю, что мы не разочаруемся. Продолжение следует...